блогерам на ютюбе удаляют каналы за рекламу ставок кому там удалили каналы акулу вроде удалили канал потом кому еще каким-то там какой-то канал по мм а вот это вот как илью все блять какая-то херня короче этом люди дрались вот потом еще каким-то не к нескольким людям удалили канал короче говоря вопрос к маргер штерну ему вроде не удалили хотя у него целый клип который посвящен 1xb но пока вроде все на месте я хз как это работает и так блогерам удаляет канал из рекламу ставок добавить к этому что кроме политоты контента на ютубе не осталось а все шоу шли в к и ситуация получается плачевная а а вы что смотрите на тебе я понял что сам уже перешел в тик ток а это блять вообще осталось как айсай как просто пишет господи осталось что посмотреть в российском сегменте вообще меня из-за п просто попросили собрать народное мнение ибо бан ютуба назначен на начало весны инфа сотка а акул фифа памуди скриншот ставлю забанен навсегда блять 10 сука лет я снимал никого не трогал блять фифулечку геймпад даже купил фифулечку снимал спокойно 10 лет никого нахуй не трогал youtube пришел блять а в п достал кс канала как раз и просто на на соболезную чё на нахуй наверное это обидно я не знаю ну реально наверное это один наверное это реально обидно youtube против букмекеров платформа начала удалять российский канал из рекламы букмекерских контор это произошло без каких-либо предупреждений страйков акул какой-то андрей сип скан какой-то блять медиафутбольная команда какая-то de media основатель мм и блять какой-то я не знаю кто такой хоккейный проект какой-то удалили короче какую-то хуйню по удаляли блять я даже не знаю что это за канал вообще стоп стоп досмотри до конца лолский маркет это торговая площадка где бот проверяет каждый аккаунт на работоспособность а также собирает актуальную о нем информацию сделка пройдет гарантированно честно а если возникнут какие-то проблемы то на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии ссылка в описании помните в конце предыдущего года ну то есть на новый год я сидел и такое говорил блин ну давайте я там не знаю может быть там какие-то предсказания там возможно какие-то мысли у меня там что нас ожидает следующем году я сказал что вот у северной и южной кореи возможно будут какие-то вот такие вот ситуации для ребят вангу и вот просто записывайте клипуйте там клепайте и так далее мне кажется в двадцатом году между южной кореи и северной кореи как мне кажется будет конфликт он и так есть она вот такой знаете в спящем состоянии посмотрим но что-то мне подсказывает будет какая-нибудь хуйня может быть не особо значительно но что-то такое вот нехорошее произойдет возможно надеюсь нет и вот знаете началось уже прям в начале года у них какой-то конфликт реально что у них там 200 ракет куда-то там кто-то снаряды какие-то выпускает в какую-то сторону куда-то блять что-то у них там какая-то чушь вообще происходит реально кадыров предложил сша снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных но потом спустя определенное время неожиданно переобулся и сказал что это жирный троллинг рамзан кадыров заявил что его предложение обменять украинских пленных на снятие санкции с его семьи троллинг который должен был показать истинное лицо американских политиков каким образом это должно было показать истинное лицо политиков нет конечно же вообще не понятно вот то есть но нам с вами понятно да что как бы он реально хотел чтобы с его семьи сняли санкции потому что по ходу санкции все-таки как-то где-то работают вот но в какой-то момент видимо осознал что блять чё я сказал вообще хуйню какую-то или возможно ему донесли что братан ты что-то куда-то не туда воюешь вот он такой то я вообще пошутил это все ров и вот буквально именно это он и заявляет я заведомо знаю что для руководства сша жизнь простых украинцев ничего не значит это говорит рамзан кадыров представляете их интересуют только собственные интересы и это говорит рамзан кадыров представляете поэтому сделал заявление чтобы показать истинное лицо американских политиков как это могло показать лицо американских политиков я вообще не понимаю вот это его просьба и лицо американских политиков представили просто как это должно показать что каким образом непонятно а именно готов обвинять этих 20 а то есть согласились бы они или нет я понял то есть они бы отказались как бы до положа хуй на жизни украинских пленных типа да вот то есть в таком плане у тип хотел показать но ведь они даже не успели дать какой-то ответ он слился раньше чем они дали ответ поэтому тут вопрос тогда кадырову это у него проблема тогда получается а не у американцев очевидно что штаты это не сделают но интересно выслушать их оправдание если они вообще будут так уже не будут блять ты же сказал что это троллинг стиме вышла игра даже не знаю стоит ли вообще пробовать симулятор чушь пана системные требования windows 42 intel core i13 512 гигабайт оперативной памяти видеокарты rtx 6090 или rx 666666 и место на диске 2000 гигабайт а не вышло как-то не вышло steam появился симулятор чушь пана нет а запланирован на этот месяц окей значит ждем эту хуйню ну значит выйдет в принципе мой компьютер подходит под эти требования репер васи у вася которого тогда посадили на 15 суток за какое-то непонятно что вообще повторно задержан за мелкое хулиганство какой именно хуй знает по данным вчера сразу после выхода он снова был задержан и в данный момент находится в отделении музыканты ждет новый суд статья тоже мелкое хулиганство какое блять непонятно но чел походу в прихать пожизненно будь теперь сидеть за то что на вечеринку пришел арестович был замечен в сша в нью-йорке гуляет меня ищет ляс ждет меня на вокзале когда приедем наличие делать пост пишет 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 что-то там что надо с путиным сотрудничать лясок стоит почти похож думать это не он а по моему этого гол к нему окей завтра лечу как раз а в норвегии террорист брейвик помните такого знаете такого который сколько убил человек 60 или сколько уж точно не помню пожаловался на жесткие условия содержания в тюрьме ебала навального представили а знаете какая тюрьма и как эта тюрьма выглядит в норвегии какой тюрьме сидит человек который убил 77 человек сейчас охуеете просто это тюрьма это тюрьма попугайчиками попугайчиков это условия жестче блять вот они реально садят за решеткой а террорист который убил дохуяще людей вот где живет я не знаю а вдруг это фэк но я уже слышал эту информацию видел фотографии скорее всего это не фэйк в ответ а в ответ администрация показала как выглядит помещение где находится заключенное двухэтажное здание с кухней тренажерным залом тв-комнатой библиотекой и двориком для прогулок условия блять лучше у меня в квартире охуеть мне кажется у вас школа хуже выглядит ну или там где университет где учитесь бля может в норвегию поехать да в тюрьму попасть кто блять яну варламов шаламов еще на русском а чё там книги русские книжки а я пожил реально прикольно пиздец тюрьма еще и на природе он где-то находится пиздец можно подожди там плойка была там даже приставка какая-то есть реально вон xbox по моему а вот теперь посмотреть как навальный сидит навальный который по сути то чё сделал то есть да как бы сравнение человек который реально поубивал людей и человек который ну как бы против коррупции боролся пиздец это смешно и даже как-то обидно славик украине это кто это что самый автор базы правильно который общается с пб тот самый чел который общается с пб то есть база он у себя в тг вчера пишет всем привет я подвергся физическому и моральному воздействию подробностей не будет связи с этим вынужден прекратить введение политических трансляций по этой причине прошу всех тех кто где-то платно на меня подписан отписаться что будет с утюбом не знаю на твиче иногда будут игровые потоки спасибо всем кто был со мной спасибо за вашу поддержку и всего наилучшего что-то я вообще не понял его из был у кошмарит за что за что он же как бы украину поддерживает а вот за что у него бабушка на оккупированных территориях тг к жеке зайди что-то короче я вообще нихуя не получу происходит какому физическому и моральному воздействию подвергся где когда у него бабушка на оккупированных территориях его жена в коментах написала что не рофл и все норм никакая помощь не нужна и сбу его не за что кошмарить это тупизм короче я хз но очень странно этим реально иркутянка забила до смерти мужчину защищаясь от сексуального насилия и получилось 7 лет колонии кабанские районы суд бурятии признал 20 32 летнюю жительницу иркутской области анну ивановну иванова точнее ага конечно виновный в убийстве по данным суда инцидент произошел во время отдыха на берегу байкала двадцать третьем году когда иванова ее супруг встретили с другом мужа для отдыха в лимасово и иванова рассказала саду что все трое выпивали вместе но после того как муж женщина ушел спать второй мужчина против воли вступил с ней в половой контакт во время которого она наносила ему удары ножкой мангала иванова также сообщила что после этого инцидента она продолжила вы выпивать с этим человеком чего в течение ночи между ними произошло еще несколько стычек подожди они выпивали он у нее напал она его захуярила шампурой блять или чем-то там и после этого она продолжила снова с ним бухать потом в течение ночи между ними произошло еще несколько стычек последний из которых по данным следствия женщина ударила мужчину по голове деревянным бруском позже ночи выходя из палатки запнулась об голову друга мужа сходила в туалет по возвращению обнаружила что он мертв на ее крик и выбежал супруг пиздец блять женщину приговорили к семи годам колонии общего режима учитывая смягчающие обстоятельства это точно не фейк я не знаю наверное нет потому что такое придумать это надо еще постараться блять вот ты животный я а я то здесь причем блять причем здесь яся вообще новость просто зачитал и я ваху из происходящего а я животное как будто я блять шо ли насиловал кого-то пиздец причем здесь а я друг мужа блять или я муж